Лучшая еда при простуде. Хорошо известно, что дефицит некоторых витаминов и минералов может привести к значительному ухудшению иммунной функции и повышенной восприимчивости к инфекции, которую можно устранить путем приема добавок у людей с дефицитом. Однако неясно, в какой степени добавки могут помочь в поддержании оптимального баланса в иммунной системе у людей, получающих адекватное питание. Как я рассказываю в своем видео «Киви от простуды», исследователи из Новой Зеландии попытались дополнить его целым киви. В чашке Петри пюре из золотых киви усиливает активность естественных клеток киллеров в крови человека, а также усиливает реакцию на вакцину против столбняка. Но разве то, что происходит в чашке Петри, происходит с людьми? В другом исследовании ученые обнаружили, что два набора генов, связанных с иммунной системой, активируются при употреблении трех фруктов киви в день. Это помогает нам бороться с инфекцией. До недавнего времени мы не знали ответа. Исследователи из Новой Зеландии обнаружили, что потребление золотого киви снижает тяжесть и продолжительность некоторых симптомов инфекции верхних дыхательных путей. Зачем изучать золотые киви? Исследование финансировалось компанией, которая владеет патентом на золотые киви. В ходе исследования несколько десятков пожилых людей были рандомизированы в одну или две группы, которые ели либо два банана в день, либо четыре киви в день в течение месяца, а затем меняли их. В следующем месяце группа бананов ела киви, а группа киви ела бананы. Причина использования бананов в качестве плацебо заключалась в том, чтобы предложить альтернативный фрукт с относительно аналогичными калориями, но более низкой питательной ценностью. Целью исследования было определить, снижать ли регулярное употребление золотого киви, частоту, продолжительность и тяжесть симптомов инфекции верхних дыхательных путей, таких как простуда, по сравнению с бананами. Они не обнаружили снижение общей заболеваемости, но у тех, кто действительно заболел во время фазы киви, значительно уменьшилась тяжесть и продолжительность заложенности головы, а также уменьшилась продолжительность боли в горле. И не совсем немного. Больные едоки бананов страдали в течение пяти дней от боли в горле и заложенности носа, по сравнению с едоками киви, которые чувствовали себя лучше уже через день или два. Это важно. Причина, по которой исследователи изучали пожилых людей, заключается в том, что они более восприимчивы к респираторным инфекциям. Маленькие дети – еще одна группа риска. У них в среднем в два раза больше инфекций верхних дыхательных путей, чем у взрослых, от 4 до 6 год. Так, в другом исследовании 66 дошкольников были рандомизированы в те же две группы – киви и бананов. В группе, получившей киви, не только снова произошло значительное улучшение симптомов у тех, кто заболел, но и меньше заболевших на 45% ниже вероятность простуды или гриппоподобного заболевания, что означает, что дети, едящие киви, почти на 50% снижается вероятность простуды или гриппа. Это говорит о том, что потребление киви может быть ежедневным рецептом для здоровья, хотя около 1 из 150 детей сообщают об аллергии на киви, что ставит их на третье место после молока и яиц и выше арахиса в опросе 3500 детей из наиболее распространенных пищевых аллергий. Итак, киви подходят не всем. Продолжение следует...